Христос родился, славим его! Сегодня у нас речь пойдет о грядущем айфоне 8, который по версии многих источников должен стать самым лучшим смартфоном текущего года. Давайте посмотрим, чем же таким особенным он сможет покорить сердца пользователей. Первонаперво грядущая восьмерка по прогнозам аналитиков должна перейти с металлического на сапфировый стеклянный корпус во имя беспроводной зарядки, поскольку, как мы знаем, металлическая оболочка не особо дружит с радиоволнами. Это будет приводить к снижению скорости зарядки таким путем. Задняя крышка с передней панелью соединена с помощью металлического каркаса. Помните, как на айфоне 4 было? Касательно беспроводной зарядки. Сообщается, что Apple хочет добиться, чтобы для зарядки не требовалось размещать телефон на поверхности самой зарядной станции. Для этого они в телефоне встроят специальный модуль, соединяемый с передатчиком, подключенным к розетке. Система будет работать так, чтобы вы могли заряжать свой смартфон на расстоянии, как отмечают аналитики, до 4,5 метров. На мой взгляд, довольно-таки революционное решение. Все дороги ведут к модели с еще большей диагональю – 5,8 дюймов. И это будет не LCD, как сейчас, а OLED-дисплей. Не просто так Apple у Samsung 40 миллионов OLED-дисплеев заказала. Если OLED-дисплей, а эти экраны не требуют, как LCD, дополнительной подсветки, в таком случае сразу же уменьшится вес толщиной аппарата, вместе с тем дизайнеры по-разному смогут экспериментировать с дизайном устройства. OLED-панели же гнутся, а это намек на совершенно безрамочный экран в айфоне. Для чего это? А для того, чтобы 5,8 дюймовая версия по габаритам соответствовала 5,5 дюймовой версии. Еще один момент с OLED, он же экран на органических светодиодах. Подобные экраны обеспечивают лучший контраст до светопередачи, экономят энергию аккумулятора, также время отклика значительно быстрее, чем в жидкокристаллических экранах. Между прочим, не отрицают тот факт, что OLED-панели минуют 4,7-5,5 дюймовые модели. Печально. Безрамочный экран подразумевает то, что с его приходом кнопка Home, она же сканер отпечатков пальцев, перестанет быть отдельным элементом конструкции. В айфоне 8 ее подзащитное стекло дисплея расположит. Теперь кнопка домой станет полностью виртуальной, то есть должна появляться тогда, когда в ней есть необходимость. По-моему, хорошая мысль, ведь в текущей модели она серьезно ограничивает рабочую поверхность экрана. В этот раз телефон получит вертикальную двойную камеру, предназначенную для 3D съемки. Такая технология была разработана компанией Lynx Imaging, которую Apple в апреле 2015 года за 20 миллионов долларов приобрела. Что она собой представляет? Например, подобная камера может запросто сделать рефокусировку изображения. По какому принципу все работает? Вы сделали снимок, но, увы, на снимке вы сфокусировались не на том объекте. Так с этой камерой не надо еще раз все переснимать. Камера позволяет исправить ситуацию программно. Предлагает перевести фокусировку с одного объекта на другой. Поскольку сенсор умеет получать 3D данные, используя специальную программу, можно измерять размеры объектов, создавать 3D модели, даже менять фон фотографии в режиме реального времени. Но, к сожалению, такую возможность получит только лишь старшая 5-8-дюймовая модель. Есть большие надежды на поддержку технологии Dual SIM, двух SIM-карт. Только пока неизвестно, как купертиновцы хотят данную новинку реализовать. Если сделают два отдельных слота, по-моему, не совсем эстетично будет выглядеть. Мне кажется, нужно все в один попробовать упаковать. Сдается непростая для них задача. В айфоне задняя крышка-то не снимается. Хорошенько им тут придется пораскинуть мозгами. В айфонах 2017 года планируют вставить навороченный процессор A11, сделанный по 10-нанометровому техпроцессу. В то время как сегодняшние последние телефоны от Apple сделаны по 16-нанометровому техпроцессу. Но если Apple в восьмерке чип с 10-нанометровой технологией вставит, то такое изменение значительно повысит производительность устройства. Вдобавок увеличит его энергоэффективность. Надеюсь, яблочники не обделят нас такой возможностью. Или все-таки для них на первом месте баблишко. Потому что вставить подобные чипы не дешевое удовольствие. Ну, осенью на презентации узнаем. К черному глянцевому добавят белый глянцевый корпус. Еще красный к нему хотят добавить. Начинается. Красные айфоны. В общем, не знаю. Раньше у них было все строго. Был свой стиль. Предлагались белый и черный цвета. На мой взгляд, тогда чувствовалась какая-то их уникальность. Компания не шла на поводу. Теперь начнутся красные, а сейчас еще голубые айфоны сделают. Испортят этой дешевкой красивый стеклянный корпус. Как по мне, бред нереальный. Вот в понедельник было десятилетие айфона. Честно, хоть бы не опозорились. В такой-то год хоть бы iOS 11 не запортачили. В 2013 отобрали у нас нормальную прошивку. Вот она, родная iOS 6. Красивый дизайн с кеоморфизм. Красивые иконки. Слайдер для разблокировки есть. iOS 7 и все, что после нее, тут iOS-ом даже не пахнет. Это Android. Слайдер для разблокировки при входе в телефон убрали. Добавили андроидовское меню виджетов. По-моему, Apple нужно срочно что-то делать. Хорошим уже всякой фигней заниматься. Затерялась где-то была индивидуальность. Все скучно. Нет той искорки в продуктах. Может, хоть в честь его десятилетия чем-нибудь порадует. Конечно, это только мое личное мнение. Принимать его или не принимать, решать вам. Хотелось бы, конечно, узнать побольше информации по поводу этого устройства. Но пока, ребята, в текущем видосе я выложил все самое вероятное. Высасывать информацию из пальца, думаю, нехорошая затея. Впрочем, буду держать вас в курсе. Так что подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. С вами был я, Алекс Кетч. Увидимся!